Привет народ! С вами Гошаныч и канал Жизнь Механика. Сегодняшний ролик посвящен отделу для новичка. Или я купил машину. Сподвигла меня для видоса помощь в покупке очередной новой машины для нашего старого клиента в автосалоне. И кстати, новая машина совсем не равно целая, не разокомплектованная и не битая. Сразу говорю, да было и не раз. Подменялись генераторы, стартеры, элементы крепежа, осуществлялся перекрас, переклейка стекол и многое-многое другое. Поэтому некоторые клиенты просят нас помочь при покупке. Покупка машины – хорошее и приятное событие. Это когда ты – счастливый обладатель водительского удостоверения и, наконец-то, купленные машины. У кого какая, главное – она твоя. И на данный момент одни положительные эмоции. И даже опустевший кошелек после приобретения мечты не дает о себе знать. В случае покупки машины с пробегом интересуемся у бывшего владельца, где находится домкрат и баллонный ключ. Баллонным ключом называется гаечный ключ торцевого типа, которым откручивают или закручивают гайки при работе с автомобильными колесами. В народе колеса прозвали баллонами. Отсюда и название ключей – баллонные. При наличии крепежа на колесах под нестандартный ключ, в народе, опять же, получившие имя секретки, уточняем, где лежат секретки от этих хитрых болтов. В случае покупки нового автомобиля производим аналогичный допрос только менеджера по продаже. Почему же очень актуально наличие домкрата и баллонника? Ну, дело в том, что кем бы вы ни были, в каком состоянии здоровья вы бы не находились, вам гораздо проще помочь, если есть чем помогать. 99% моих знакомых запросто помогут человеку поменять пробитое колесо, но, как правило, мало кто носит с собой домкрат и ключи. Немного отвлекся, ставим на номера и оформляем страховку. Теперь вас окутают странные ощущения. Я бы сказал, мурашки по коже побежали, непонятное чувство. Это вам захотелось купить ништячков в автомобиль. Точно, точно вам говорю. Причем картинка в голове еще не сложилась, каких, но процесс уже пошел. Покупаем знак шипы, если машина приобретена в зимнее время года. Покупаем огнетушитель. И чтобы не купить их два, то и три, запоминаем основные параметры. Это 2 литра и 2 килограмма. Покупаем аптечку. Приведу список. Если хотите, поставьте на паузу и посмотрите. Как видим, данный состав аптечки рассчитан только на остановку кровотечения и потирку соплей и слез. Поэтому в дальнейшем я бы советовал ее докомплектовать на свой вкус. К примеру, положить туда валидол, капли для глаз, супрастин. Далее, покупаем знак аварийной остановки. И на сегодняшний день светоотражающий жилет. Все. Больше ничего не надо. Успокойтесь. Недельки на две. Опять смотрим на меня. Доверяем моей практике. За две недели вы выясните для себя, какие вам нужны допы. Всякие дополнительные фенечки, устройства, нестечки, гуделки, зуделки, смотрелки, фунявки, хваталки, сметалки и прочее, прочее, прочее. Дело в том, что при покупке первой машины, тем более новой, продавцы, пользуясь вашей невнимательностью, некой рассеянностью, вам быстро впихнут всякие нужные и ненужные допы. Слышь, ты его смотрел, когда покупал? Ну, а я помогал тебе изо всех сил, как мог. Вешь в твою машину? Давай, иди уже, покатайся. Как правило, по ценам более чем в два, а то и в три раза превосходящих рыночную стоимость. То есть, одни вы совершенно спокойно купите позже, а другими никогда в жизни так и не воспользуетесь. Запускаем краткий экскурс в мир прибамбахов для авто. И, конечно же, топ номер один. Коврики. Коврики тканевые. Летом красивые, чистые, смотрятся хорошо. Но, возможно, и резиновые. Они очень практичные. Одним движением сбрасывается мусор с них, зимой стряхивается лед, замечательно отмываются разводы. Но можно и купить два комплекта. То есть, резиновые и тканные. В случае, если вы никак не можете определиться, ну, какие же коврики вам купить, можете временно просто постелить под ноги газет. Далее, обязательно, в случае зимнего периода, вам необходимо просто приобрести скребок, а-ля скребок-щетка-сметка, чтобы чистить заиндивевшие стекла и очищать машину от снега. Также советую прикупить полотенчика, копеечное. Оно не раз вас выручит и к нему пару перчаток. И имейте обязательно в машине хотя бы один полиэтиленовый пакет. Покупка проводов для прикуривания и буксировочного троса, ну, совершенно необязательно. Добрая половина владельцев все равно сама себя не прикурит и не отбуксирует. А у второй половины это есть. Есть небольшое но. Если вы все-таки решили купить это все, и, ну, типа для вида я весь из себя автолюбитель продвинутого уровня, покупайте с запасом. Иначе смысл их возить. Один сгниет в багажнике, другой развалится при первой попытке использования. Соответственно, стоить они будут не две копейки. Не стоит покупать себе автопылесос. Ну, это совсем лишнее. Как правило, он не справляется со своей задачей, ну, вообще. Можно также купить хороший набор инструмента, похвастаться друзьям. И через пару лет достать непонятные ржавые кусочки железа. Мысль, понятно? Зарядное устройство аккумулятора. Покупая сразу, задайте себе вопрос. Где и когда вы будете этим заниматься? Пары кислоты, выделяемые аккумулятором при зарядке, сожрут любую ткань. Будь то дольче, будь габана. Этой кислоте пофигу чего хрумкать. Сегодня аккумулятор можно без вопросов зарядить в любой автомастерской. Либо бесплатно, как постоянному клиенту, либо просто за копейки. И не надо ничего выдумывать. Не нужна вам и канистра для бензина. Ну, разве что она вам действительно нужна. Ну, спросите себя, зачем. А вот, кстати, по делу. У кого опционально нет в автомобиле, но не установлено. Очень советую, прям советую, установить парктроник или зеркало заднего вида, которое при движении задним ходом превращается в камеру заднего вида. Вот просто очень советую. На сегодняшний день очень актуально стало наличие видеорегистратора. Тут уделите себе тщательное внимание, что купить. Покупайте с таким расчетом, чтобы на записи регистратора было видно номера, едущие впереди машины. Иначе покупка смысла не имеет. Еще бы я советовал отдельным чином завести в машине фонарик и какой-нибудь дешевый перочинный нож. К примеру, понадобится вам в глухую ночь в лесу вскрыть посылку с почты России. А у вас раз и есть. У тебя, поди, еще в машине и фонарик есть? Да, вот взял. Ну, нажат всяк, нет? Нет, тоже взял. Ну и обязательно приобретите и залейте незамерзайки в бачок омывателя. Лет 20 назад я бы посоветовал вам прикупить и возить с собой пузырь водки. Это был некий универсальный ключ, он же трос, запаска и решение практически любых проблем, что на дороге, что вне. Далее, я бы прикупил бы насос, либо электрический, либо ножной, возможно, ручной. Но, как и в случае с зарядным устройством для аккумулятора, опять же, можно заехать в любую автомастерскую и качнуть колесо. При любом другом раскладе, ну, порчи колеса, серьезным проколом, все равно придется вам ставить запаску. Купил бы также предохранителей, ну, пару штук, ампер на 10, на 15. И плюс пару лампочек заднего габарита, переднего габарита стоит копейки, место занимает мало, а вашу безопасность повысит очень значительно. Ну, и, пожалуй, остались чехлы, рекомендовать ничего не буду, как и их самих, как и какие на вкус и цвет, как говорится. Пишите, что вы покупали в машину ненужного на этапе покупки, было бы интересно. Маленькое того, после покупки автомобиля вы сдержитесь от покупки допов недельки на две, чтобы не тратить деньги впустую и не захламлять багажник ненужными вещами. Всем пока, подписываемся, ставим лайки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok